Друзья, я рад приветствовать вас в этой студии сегодня с прекрасной гостьей дорогой мне Ириной Турчинской, которая уже была в одном из наших выпусков месяца, наверное, три назад и никогда не было такой позитивной, обильной и просто восторженной реакции на приход гостей. Я хочу вам сказать спасибо за это, потому что я никогда не знаю, как вы отреагируете. Вообще для меня YouTube, даже после шести лет деятельности, это всегда загадка. Ребят, как вы воспримете тот или иной материал, никогда невозможно предугадать. И я был просто счастлив, что вы столько теплых и хороших слов подарили Ирине. Вот поэтому она здесь и сегодня мы будем говорить о полезном десерте. Ну а теперь слово тебе. Это будет очень вкусный выпуск, потому что мы будем готовить действительно десерты, сладкое блюдо, которое обходит все люди, которые сидят за собой. Но я могу сказать честно, несколько раз в неделю у меня возникает желание съесть что-то очень вкусное. Вкусное и сладенькое, конечно. Я понимаю, что у меня есть 10% от моего рациона, это 200 калорий в сутки, если я трачу 2000 в среднем, которые я могу потратить вот с максимальным удовольствием. Поехали. Давай. Главное, ты делись в процессе своим опытом, потому что людям бесценен твой опыт как нутрициолога. Ира работает десятилетиями с людьми, просто чтобы вы понимали, что делает Ирина. Помимо того, что мы вместе работали три сезона в шоу «Взвешенные люди» и помогали людям стремительно терять вес. Ира убежденный человек, который в спорте всю жизнь. Ира очень углубленно, в отличие от меня, углубленно интересуется вопросами питания. Я все на уровне поверхностное и как практик. Ира вгрызается в гранит, общается с профессиональными диетологами, смотрит анализы крови пациентов, ну так скажем, твоих подопечных и действительно вдумывается в динамику. Кексы, кексы. Нам нужно двоиться. Нам нужно разделить белки и желтки. Две раза. Давай, ты умеешь, да, это делать? Ты вот так с собой щупы. Вот это я умею делать. Это, пожалуй, единственное, что я умею делать. Надежно, надежно, знаешь. Далее нам нужен сахар. Смотри, все, что мы с тобой будем готовить, мы будем взвешивать. Только так мы сможем с тобой посчитать калорийность. Я принесла кокосовый сахар. Не потому, что в нем низкий гликемический индекс, как об этом пишут производители, а потому, что он более сладкий и имеет ореховый припуск. Сейчас у нас на весах ноль. Теперь мы ставим с такой же тарой и получаем 55 граммов. 5 граммов лишних. Это чайная ложка. Мы убираем чайную ложку сахара. Добавляем сахар в эту чистую емкость, кладем. 50 граммов. Отлично. Дальше нам нужно 25 граммов масла. Сливочное масло. Да, это те самые животные жиры, которые в минимальном количестве также нужны нашему организму. Так, все, ноль. Здесь, я думаю, будет больше. Значит, сливочное масло, ребят, 45 граммов. Сколько нужно? Нам нужно убрать почти половину и оставить 25. Так, значит, это на сколько порций, скажи мне сразу? Это на 9 порций. То есть на каждую порцию порядка 3 граммов. Ну ладно, это простительно. Смотри, у нас уже готова заготовка. Ты можешь это все хорошо смешать? Я такого никогда не делал. Хорошо. Извини. Давай я. Учись. Я могу сказать точно, в студии блога Fly Nutrition никогда еще не смешивали сливочное масло с сахаром. С вредным мы практически закончили. Да. Дальше. Это я специально приготовила. Нам нужно положить половину ложки разрыхлителя. Стандартный разрыхлитель. Одна, вторая, еще иные ложки. Я не знаю, что это. Ты не знаешь. Давай чуть побольше, чтобы точно поднялось. Дай мне, пожалуйста, лимон. Разрезать лимон. Теперь гаси, пожалуйста, соду в ложке. Лимон уберет запах такой стандартный, да, типичный содовый. Дальше нам нужна не сметана, как в традиционном рецепте, а греческий йогурт. Напоминаем, что греческий йогурт – это высоко белковый йогурт, где 10 граммов на 100 граммов. Да, 8-10, около 10. Нужно положить 110 граммов в тесто. А, 110. Правильно, да, сюда? Потому что вторая половина уйдет на крем. Значит, здесь у нас сейчас сахар, масло, греческий йогурт. Погашенная сода. Погашенная сода, разрыхлитель. Добавляем 2 желтка. 2 желтка. Ты по-прежнему вручную настаиваешь, что это надо все мешать. Да, да, да. Это не нужно взбивать. У нас впереди предстоит взбитие белков. Все. Самое интересное, смотри, что нам нужно. Мы кладем столовую ложку. Знаешь, что это такое? Это черемуховая мука. То есть, это плоды черемухи, которые, пока ничего не нажимай, которые просто перемолоты в порошок. Это совершенно небольшое количество калорий, 118 на 100 граммов. И это просто кладезь витаминов и микроэлементов. Представляешь, черемуха, которая выросла в натуральных условиях. Это продается вообще где-то? Да, это продается в магазине. Это просто стоит зайти в магазин и внимательно посмотреть на прилавок. Нам нужна еще амарантовая мука. Это следующее. Видишь, такого вторичного цвета? А это что за? Это амарант. Это тоже некое семя, из которого делают масло, из которого делают муку и отруби. То есть, это как раз не пшеница. Это то, что насыщает наш организм и дает ему не сколько калорий, не сколько весь запас микроэлементов. Тоже столовая ложка. И дальше берем пшеничную муку, обычную. Не бойтесь ее, пожалуйста. Это 3 столовых ложки. И потому что это тоже продукт. Если вы не страдаете целиакии, это заболевание, называется непереносимость глютена, то ничего страшного в пшеничной муке для вас нет. Потому что это те же самые макароны. Представь, это та же самая пшеница, которая просто в другом виде поступает в наш организм. Раз, два. Все, перемешиваем. Перемешивать я, конечно, нажимаю. Нажимаешь. Мука просеивается. Она становится такой пышной. Крутая вещь. Отлично. Здесь главная задача аккуратно и плавно перемешивать и добиться отсутствия комков в тесте. У нас первые 15 минут температура будет повыше, 200 градусов. Потом мы уберем до 170. Денис, а теперь я тебя попрошу взбить эти белки. Во. Давай я начну перемешивать. Тут очень сложно объяснить, кстати. Он нагрелась. Вот здесь уже вот такой процесс. Ты никогда не ел тесто в детстве? Нет. Вот это, кстати, я никогда не ел. Я уже все взвесила. Это 20 граммов тыквенных семечек и 30 граммов изюма. И смотри, что мы делаем. Нам осталось просто переложить. А пока десерт будет готовиться, мы с тобой посчитаем его калорийность. Вот здесь нужно аккуратно. Теперь ставим 20 минут. Добавляем лист бумаги. 1048. Вот 048. Делим на 9 и получаем калорийность каждого кекса. Ну, порядка, там чуть больше 100. Сколько там? 100, 120. 1,048 разделить на 9 равно 116. И далее к этим кексам нам нужно с тобой будет сделать вот точно совершенно зож прослойку, которую мы сделаем из сыровоточного белка. Нам нужен йогурт 110 граммов. Все тот же. Оставшийся. И немного крем-чиза. Это сыр. Он довольно жильный. Крем-чиз. Это плавленый сыр. Ох, Ира, ты сегодня решила кулинарию. Сложнее всего готовить супы. Казалось бы, да, первое блюдо, в котором какой-то бульончик и что-то в нем плавает. Довольно сложно готовить десерты. Знаешь, в чем плюс? Ты не будешь это делать часто. Максимум 2 раза в неделю. Я этого вообще не буду делать, но есть я буду с удовольствием. Перекладываем. Греческий йогурт. Далее 1 ложка. 1 ложка сырочного протеина. Это сколько здесь приблизительно? Здесь 20 граммов. Крем-чиз. Давай все-таки взвесим. Вот они. Идеально. Крем-чиз. У нее плавленый сыр, заметьте. Это я хочу попробовать. Крем-чиз с протеином и с греческим йогуртом. Ира, ты вообще выдумщица. Очень много белка, кстати. Что? Слушайте, на свете столько десертов все еще не изобретено. Вот вам, пожалуйста, смотрите. Крем-чиз продается с сыворочным протеином и с греческим йогуртом. Все три ингредиента, в общем-то, вполне такие, ну, зожные. Вот вам вместе. Как это назвать? Типа спортивная сырная паста. Я стесняюсь предложить эту малину. Малину с сахаром? А вот смотри, да. А теперь взвесь ее, пожалуйста. 140 граммов здесь. Малина из кисловодка, ты говоришь? Это малина из кисловодка, которую я просто смешала с сахаром. Малина из кисловодка. Принимаем решение. Малину из кисловодка. Так, принимаем. Приняли. Это нам даст еще, я все посчитаю, это даст нам еще порядка 150 калорий. Ты готов на это пойти? Да, это уже все. Разделим это на 9. Это называется, съел, знаешь, съел все полезное, но очень много. Теперь еще и с малинкой. Нет, ты знаешь, предыдущий был более цельный. Это уже похоже на какой-то, ну, видите, да? Оно стало похоже на жидкость. На жидкость. Кекс у нас готов. Неровно стоял поддом. Наши кексы получились. Видишь, они просто всплывали. Ну и прикольно. В идеале. Отлично. Ты просто пойми, такое ты специально захочешь, не сделаешь. Это же как в гравитации сделано, ты понимаешь, космические кексы. Таких некрасивых кексов у меня еще не было в моей жизни. Отлично, это потому что ты пришла в мой блог, Ир. Здесь все должно быть некрасивое, но очень полезное. Ребята, я вот вас прошу в комментариях написать, это некрасивые кексы или красивые. У нас спорцы, я считаю, отличные кексы. Вот, например, кекс-безумец, смотрите, у него волосы встали дыбом. Вот как бы, ну как, вот кекс-перегрузка, понимаешь, что-то как-то перегрузка произошла. Тут очень много всего. Они все смещены в плоскости, причем все в разных. Давай, что, едим? Нет? Едим. Мы сначала, ну это будет, смотри, 115 и 115. Я все пытаюсь тебе показать, что это всего лишь 230 калорий. Клади немножко крема. Я просто хочу, чтобы он остыл. О, Ира. Это семена льна. Это тыквенные семена. Смотри, какая красота. Ну. Ну, это жидкая. Это жидкий, конечно, крем. Типа окунай туда. Теперь окунай. Я доволен. Это кекс довольного человека. Можно я попробую тоже? Давай, да запросто. Он пока очень горячий. Он очень вкусный. А теперь можно спокойно включать футбол или бокс, или бои без правил, или большой теннис и смотреть. Господи, никакое счастье, когда Денис ест это все. Ты знаешь, когда Денис ест, значит, в мире все хорошо. Все спокойно. Значит, мир наполнен позитивом, счастьем и радостью. Мы вас погрузили сегодня в сложнейший кулинарный процесс. Я понимаю, что это была практически, для меня это была как ядерная физика. Но, ребят, даже такой вещи, простой, как десерты, можно заморочиться, сойти с ума, посчитать все. А потом съесть с удовольствием. По калорийности действительно низко. Я бы хотел знать. А вообще себе эти небольшие, да, отклонения. Приятно, что мы узнали о черемуховой муке. О какой еще? Амарантовой. Амарантовой. Я таких слов даже не знаю. Пробуйте. Но это все полезно. Пробовать надо. Девушки, я уверен, от Ириного сердца к вашим желудкам этот десерт отправится прям прямиком. Спасибо вам большое за внимание. Комментируйте, ребят, советуйте рецепты. Обязательно пишите слова поддержки Ире. Потому что все, что она делает, она делает с душой. Спасибо. Спасибо тебе. Отвольное. Хорошего вам аппетита. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»